Я искренне и сердечно всех вас приветствую. Действительно, этот конкурс и его результаты, на мой взгляд, интересны не только для участников и лауреатов, это интересно и для представителей или членов жюри. Мы полагаем, что итоговое решение по конкретным номинациям происходит неформально, горячо и заинтересованно. И я думаю, что так и должно быть в журналистской среде. Я действительно с большим удовольствием и не первый раз награждаю радио «Болтком» и его представителей в этом зале, потому что я считаю, что это уникальное радио. И в частности, вот та программа «Временно доступен», которую ведут Вадим Родионов и абонент доступен, она расширяет вообще горизонты нашей маленькой страны. Наверное, вы все слышали эти программы с героями совершенно из разных стран. Не только из России, которую, в общем-то, легко достать, но даже из Соединенных Штатов Америки, там из Сирии, из Латинской Америки, по-моему, откуда... Да передальше даже Украину они достают. Да, это, по-моему, большое достоинство программы, большое достоинство журналистов, которые не боятся разговаривать с людьми из разных стран. И самое главное, что всегда готовы. В этом смысле они молодцы, проявляют профессионализм. Я бы даже сказала, что это такое большое радио в маленькой стране. Так что с удовольствием поздравляю Вадима и Анну. Вадим Родионов и Анна Смирнова. Категория радио, радиополтком. Всем добрый вечер. Очень приятно видеть много лиц, потому что это Ксения Загоровская, мой первый редактор. Я очень благодарен. И Елена Титова, мой первый новостной редактор. И Вова Дорофей, с которым много лет провели. На самом деле, приятно оказаться здесь. И я вот как раз хотел отметить работу моего коллеги Дима Кламодис, который сейчас фотографирует, потому что программа «Абонент доступен», которую мы делаем каждый день. Это такой коллективный труд, на самом деле. И мы идем с Анной, но еще вот Андрей Елисеев, который за камеру тоже принимает участие в этом проекте. И мне, на самом деле, вот пользуясь случаем, хочется просто сказать спасибо тем людям, которые это делают, и тем людям, которым я благодарен за то, что, в общем-то, я в этой профессии состоялся. Потому что вот я недавно думал, что как раз первый раз Ксения пришла в 18 лет, и она меня не прогнала. Это был счастливый момент в газете «Сейчас», которая тогда еще вот была молодой газетой, потом стала приятельной. Сейчас ее нет, но есть другие СМИ. Поэтому спасибо вот коллегам, спасибо за то, что оценили нашу работу. Они, наверное, тоже что-то скажут. Да, но мне остается добавить, я тоже очень благодарна за оказанное доверие, и будем работать дальше. Спасибо. И, кстати, обратите внимание, что она о дипломе набила. Таким образом, это как бы аванс за два года, и со следующего года у нас уже, поскольку десятая будет юбилейная.